Беседа 66. Бытие 47.29. Сегодня мы окончим повествование об Иакове и посмотрим, какие делает он распоряжения, приближаясь к смерти. Но никто, смотря на настоящий порядок дел, не должен требовать от праведников тех времен такого же любомудрия, такое ныне свойственно верным. А пусть судит о делах сообразно времени. Я с намерением заметил это предварительно, имея в виду последующие слова Иакова, сказанные Иосифу. А что он сказал? Послушаем. И пришло время Израиля умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду и не похоронишь меня в Египте. Да бы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. И сказал, клянись мне. И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Многие малодушные люди, когда мы убеждаем их немного заботиться о погребении и не считать делом стоящим особенного попечения, перенесение останков умерших из чужой стороны в отечество, противопоставляет нам эту историю и говорят, что и патриарх имел такую заботливость об этом деле. Но, как я уже заметил, надо бы обратить внимание, во-первых, на то, что тогда не требовалось такого любомудрия, какое ныне, а далее на то, что праведник этот желал не без цели, но внушая своим сынам благие надежды, что они некогда, хотя не скоро, возвратятся в землю обетования. И что по этой причине делает он такое распоряжение, в том яснее убеждает нас сын его, когда так же говорит, посетит вас Бог, и вы вынесете кости мои отсюда. И что очами веры они предусматривали будущее. Вот послушай, как он и самую смерть называет успокоением. И вот я, говорит, почию с отцами моими. Поэтому и Павел сказал, все сии умерли в вере, не получив обещанную, но только издалека видели то, каким образом, очами веры. Итак, никто не должен думать, что это распоряжение было делом малодушия. Но пусть и обстоятельствами времени и предведением, имеющего бы и шествие их, освободит праведник от всякого осуждения. Ныне, когда с пришествием Христовым любомудрие возвысилось, всякий по справедливости осудил бы заботящегося о подобных делах. И пусть никто не считает жалким окончившего жизнь своей на чужбине, приставившегося от этого мира в пустыне. Не он достоин сожаления, а тот, кто умирает во грехах, хотя бы он окончил жизнь на своем ложе, в собственном доме, хотя бы в присутствии своих друзей. И никто не говорим ни этих пустых, достойных смеха и безрассудных речей. Такой-то умер бесчестнее пса, при нем не было никого из знакомых. Не сделано ли ему приличного погребения, а на сложенной от разных лиц издевения устроено то, что нужно для погребения. Не значит это, ой, человек, умереть бесчестнее пса. Потому что такой от того вред, какой потерпел такой человек. То только худо, если он не имел для своего прикрытия одежды добродетели, что все другое не причиняет никакого вреда добродетельному. Убедись из того, что большая часть праведников, разумею, пророков, апостолов, за исключением немногих, неизвестно где и погребена. Одни были усечены во главу, другие, будучи побиты камнями, таким образом окончили жизнь. Иные, придавшие себя самих бесчисленным и разнообразным наказанием, все пострадали за Христа. Но никто не дерзнет сказать о них, что смерть их была бесчестна, а скажет во след за Божественным Писанием, что честна пред Господом смерть преподобных его. Псалом 115.15 И как называет оно смерть преподобных честною, так послушай, называет оно смерть грешников лютую. Смерть, говорит, грешников люта. Псалом 33.22 Хотя бы кто расстался с жизнью в своем доме, в присутствии жены и детей, в собрании родственников и знакомых, но если не имел добродетеля, то люта смерть его. Напротив стяжавший добродетель хотя бы умер на чужбине, поверженный на землю, да и что я говорю на чужбине или на земле, хотя бы впал в руки разбойников, хотя бы сделался добычей зверей, честна будет смерть его. Скажи мне, сын Захарий не во главу ли был усечен? А Стефан, первый украсившийся венцом мученичества, не скончался ли, будучи побит камнями? А Павел и Петр не представили, если от настоящей жизни первый, будучи усечен, второй противоположным Господу образом, приняв крестное мучение? И не за то ли особенно они и прославляются и воспеваются по всей вселенной? 708. Соображая все это, не будем считать жалкими умирающих на чужбине, не ублажать разлучающихся с жизнью в собственном доме. Но, последуя правилу Божественного Писания, положивших, поживших в добродетели, и так приставившихся будем ублажать, а умирающих во грехах признавать несчастными. Как добродетельный приставляется в лучшую жизнь, получая возмездие за свои труды, так не имеющий добродетели, умирая, уже испытывает начатки мучений, и отдавая отчет в делах своих, подвергается невыносимым страданиям. При мысли об этом нужно поэтому заботиться о добродетели в настоящей жизни, как на ресталище подвязать, а так, чтобы по окончанию зрелища украситься светлым венцом и напрасно не раскаиваться. Пока еще продолжается время подвигов, можно, если захотим, отложить леность и преуспеть в добродетели, дабы получить предлежащие венцы. Но, если угодно, обратимся к продолжению повествования. После того, как Яков заповедал сыну касательно погребения, Иосиф отвечал, я сделаю по слову твоему, Яков сказал, поклянись мне, и поклялся ему, и поклонился Израиль на возглаве постели. Посмотри на этого старца, человека уже, преклонных лет, патриарха, поклонением выражающего уважение к Иосифу и самым делом показывающего теперь исполнение сновидения. Когда Иосиф рассказывал ему свое сновидение, он сказал, говорит Писание, неужели придем мы и мать твоя поклонимся тебе до земли? Но, может быть, кто-нибудь скажет, как же исполнилось сновидение, когда мать Иосифа прежде умерла и не поклонилась сыну? Но Писание обыкновенно главнейшим означает все. Так как глава жене муж, и при том сказано двое будет в одну плоть, то как скоро преклонилась глава, очевидно, и уже все тело последует главе. Если отец это сделал, тем более сделала бы это мать, если бы не похищена была от жизни, смерти, и поклонился, наконец, жезла его. Поэтому и Павел сказал, веруй, Яков, умирая, благословил сынов Иосифа и поклонился наверх жезла его. Видишь ли, что это самое Яков сделал по вере, предвидеть, что имевший родиться от семени его, будет царского рода. Затем, когда Яков заповедал сыну то, что хотел немного после, говорит Писание, Иосиф, узнав, что изнемогает отец его, что он при дверях гроба, и уже приближается время кончины его. Вот, когда сказали ему, отец, твой болен, он взял с собой двух сынов своих, монасты и Ефрема, и пошел к Якову. У Якова известились, сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. Посмотри, как любовь к сыну укрепляла старца, и как сила духа побеждала немощь. Услышав о прибытии сына, он, как говорит Писание, сел на постель. Увидев его, он показывает отеческую любовь к нему, и так, как готовился к смерти, то своим благословением ограждает детей, оставляя им это величайшее достояние и богатство, никогда не могущее истощиться. Вот как он начинает. Сначала повествует о Божьем к нему благоволении, и потом уже преподает благословение детям. И сказал Яков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю тебе и потомству твоему после тебя вечное владение. Возвестил мне, говорит Бог, явившись мне в лузе, что он умножит семя мое так, что из него произойдут собрания языков, и землю-то обещал мне дать, и семени моему. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, и Фрем и Монассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Катя сынов твоих, говорит, которых ты имел прежде прибытия моего, я включаю в число моих детей, и они наравне с родившимися от меня получат мое благословение. Сыны, говорит, которые родились после сего, дети, от тебя будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Ведай же, что и мать твоя, Рахиль, когда я приближался к Вифлеему, умерла, и я погреб ее на дороге, видев Рафи, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которые Бог дал мне здесь. И Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. И глаза же Израиля притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. Смотри на этого старца, как он спешит, торопится, благословляет детей Иосифа. Иосиф приблизил их к нему, и он облобызал и обнял их, и сказал Иосифу. Вот я умираю, стих 21. И Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Много, говорит, даровала мне милость Божия, еще больше, нежели я ожидал, а лучше сказать, чего я вовсе не ожидал. Не только я не лишился лицезрения твоего, но вот увидел и родившихся от тебя детей. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. Посмотри, как и детей прежде всего учил он воздавать подобающую честь старцу. Взявшись, сказано Иосиф, подвел по преимуществу первородца сначала монасты, а потом Ефрема. Здесь заметь, что праведник, у которого от старости ослабело телесное зрение, отче душевное имели еще крепкие, и верою провидел даже будущее. Не следуя указания Иосифа, но переложив руки во время благословения, он отдал преимущество младшему сыну его, и предпочел монасты Ефрема, и сказал, благословил Иосиф, Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Саак, и Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех, да будут на них наречено имя мое, и имя отцов моих Авраама и Саака, и да возрастут они во множество посреди земли. Смотри, какое было смирение у патриарха, какая душа благочестивая. Не дерзнул сказать Бог, которому благугодил я, но что сказал, которому благугодили отцы мои. Видишь ли душу благомыслящую? Хотя незадолго перед этим во время рассказа он говорил, в лузе явился мне Бога, обещал дать мне и семени моему всю ту землю, и во множество языков сотворить семя мое, и таким образом имел очевидные доказательства Божьего к себе благоволения. Однако сохранял еще уничиженный дух и говорит, Бог, которому благугодили отцы мои перед ним. Потом Бог, который питает меня от юности. Опять и в этом, заметь, великое его благомыслие. Не говорит о своей добродетели, а указывает на то, что было явлено ему от Бога, и говорит, Бог, который питал меня до сего дня. Именно Он есть благоустроявший жизнь мою от начала до настоящего времени. Так еще и прежде, говорил Он, с жезлом этим перешел я, Ордан. И ныне у меня два стана. И теперь то же самое говорит, только другими словами. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех, да возрастут во множество посреди земли. Слова души благопризнательные, сердца благочестивого, сохраняющего в свежей памяти благодеяния Божии. Он говорит, которому благоугодили отцы мои, который питал меня от юности до настоящего времени, который изначально избавлял меня от всех зол и показал столь великое попечение обо мне. Этот ангел и приведет тебя. Видишь ли, вместе и разумение, и смиренно мудрие, разумение в том, что провидя очами веры, предпочел монастей Ефрема, смиренно мудрие в том, что нисколько не упомянула своей добродетели, а вознес молитвы и преподал им благословение в силу благоугождения отцов и бывших ему от Бога благодеяний. Но тогда, как Яков, предвидя будущее, преподавал им такое благословение, Иосиф, видя, что младший предпочтен первородному, и считая это несправедливым, сказал, прискорбно было ему, взял руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову монастей, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец всего не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его, брат, будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. Не думай, говорит, что я просто или случайно, или по незнанию сделал это, я знаю, и предвидя имеющие быть последствия, так благословил его. Хотя монастей имеет преимущество по естеству, но меньше будет, больше его, и потомство меньше будет во множество народов. А все так было, потому что здесь предуказывалось царство. Поэтому уже и в самом совершении благословения Иаков предвозвещал будущее, и благословил их в тот день, говоря, «Тобой будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монассии». И поставил Ефрема выше Монассии. Таким образом будут они, говорит, оба славны, так что все будут молиться о том, чтобы достигнуть их славы. Однако Ефрем будет первенствовать перед Монассией. Видишь ли, как благодать Божия предуказывала ему будущее, и он, движимый пророческим духом, благословляет детей Иосифа, созерцая имевшее произойти спустя столь много времени, как настоящее и видимое братьями. Таково пророчество. И как телесные глаза не могут созерцать ничего, кроме видимого, так очи веры взирают не на видимое, а созерцает то, что должно совершиться впоследствии через много родов. Это вы еще точнее увидите из тех благословений, которые он преподает собственным детям. Но чтобы не сделать свое слово слишком продолжительным и не причинить вам большого труда, мы удовольствуемся теперь сказанным, а благословения детям отложим до следующей беседы. Убеждаем только любую вашу поревновать праведнику этому и оставлять своим детям такое же наследство, которое никогда ни от чего не может потерпеть вреда. Наследство, состоящее в богатстве, часто бывает для получивших его причиной гибели, разных наветов и многих опасностей. Здесь же нельзя опасаться ничего подобного. Это сокровище, немогущее истощиться, сокровище негибнущее, немогущее уменьшиться, нет козней человеческих, нет нападения разбойников, нет злоумышления рабов, нет чего-либо другого подобного. Оно сохраняется постоянно. Оно духовное и не уступает силе человеческих наветов. А если получившие его будут бодрствовать над ним, то оно сопутствует им и в жизнь будущую, и предуготовляет вечные обители. Итак, не будем заботиться о том, чтобы собирать богатство и оставить его детям. Будем научать их добродетели и спрашивать им благословения от Бога. Вот это именно, это величайшее сокровище. Неизреченное, неоскудевающее богатство, с каждым днем приносящее все большее богатство. Нет ничего равного добродетели, нет ничего могущественнее ее. Хотя бы ты указал мне на царство и на облеченного диадемою. Но если только он не имеет добродетели, он будет несчастнее у богого и одетого в рубище. Какую может принести ему пользу диадема или порфира, когда его губит собственная беспечность? Разве Господь взирает на различия внешних достоинств или преклоняется перед знаменитостью лиц? Одно здесь требуется. Подвигами добродетели отверзать двери дерзновения к нему, так что не стезавший этим путем дерзновения будет оставаться среди отверженных и лишенных всякой надежды спасения. Будем все иметь это в виду и так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто. Оно, оно-то часто и бывает препятствием к добродетели, когда юноша не умеет надлежащим образом пользоваться богатством. Как малые дети, когда берут в руки ножи или мечи, часто по неумению надлежащим образом пользоваться, подвергает самих себя явной опасности, почему матери не позволяет им безбоязненно касаться их. Так и молодые люди. Когда получат большое богатство вследствие того, что не хотят надлежащим образом пользоваться им, сами себя низвергает явную опасность, собирая себе через это богатство бремя грехов. Отсюда рождается роскошь, неуместные удовольствия и бесчисленные множества зол. Не говорю, что это происходит прямо от богатства, а от неумения получивших его пользоваться им как должно. Потому-то и премудрый сказал, «Добро есть богатство, в котором нет греха». Серахов 13.30 Хотя и Авраам был богат, и Иов был богат, однако они не только не потерпели никакого вреда от своего богатства, но еще более прославились. Ради чего и почему? Потому что не для своего только наслаждения пользовались богатством, но для утешения других, помогая бедным в их нуждах, отверзая свой дом для всякого странника. Вот послушай, что говорит один из них. «Выходил ли кто из дому моего с пустыми руками?» Иов 31.34 «И немощные, когда чего требовали, не получали ли, да и не только оказывали пособие не имущему своего богатства, но и заботились о них через свое покровительство. Я был, говорит, ногами хромому, оком слепых, и из среды зубов хищнических изъял грабление». Иов 39.15 «Видишь ли, что он и об обидимых заботится и служит всем вместо увечных членов. Этому праведнику всем нужно подражать. Праведнику, прежде закона и прежде благодати, показавшему столь великое любомудрие, и притом не имевшему ни наставника, ни добродетельных предков, а собственными усилиями и здравым смыслом, пришедшему к такой доброй жизни. Каждый из нас имеет лежащее в самой природе познание добродетели. И если кто не хочет по небрежности погубить благородство своей природы, то никогда не лишится этого. Дай Бог, чтобы все мы, избрав добродетель и ревностно подвизаясь в ней, сподобились благ обетованных, любящим его благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.